друзья всем привет с вами санек сегодняшний ролик будет про размеры вот этой самодельной вибрационной картофелекопалки который сделал совсем недавно вот расскажу из каких соображения исходил приходя к вот этим всем размерам в общем если интересно смотрите ролик до конца расскажу про некоторые моменты нюансы которые можно было бы сделать немножко по-другому двигатель покажу что к чему и почему уже более подробно итак друзья ремни скинул двигатель открутил двигатель с понижением в два раза но также я использовал и двигатель с прямым валом прекрасно видели в прошлых роликах работу вот это вот всю как вы трахивает как просыпает в общем пока научился огород закончился так по размерам значит самой рамки и и так назову которая крепится к навеске за основу был взят 160 до или 16 швеллерами идут 16 14 12 10 8 так обозначать как был такой кусок такой использовал моем случае это может кому-то пригодится приподнял хотя можно было бы этого не делать и поставить тупо засверлиться здесь прямо здесь варены друзья шлицы с гранатой капитана все дело это дело право варил также все держится ничего не отвалилось абсолютно концы вот эти ходили одинаково в одну и другую сторону потому что буду еще пробовать им же копать морковку если в рядок влезет им же можно попробовать копать чеснок который уже давно выкопал но на следующий год им же можно попробовать копать буряк мне попросил человек с лица не она буряк будет копать или дружище не знаю но еще пока нет уборки обязательно попробуем копать им ей буряк и мы сейчас говорим вот про вот эти вещи можно было бы мне конечно сделать где-то три с половиной между ними то есть не по 5 взять а по 4 сантиметра каждая я бы вот и вот это и частота точнее частота уменьшится вот такие вот дела здесь в прорези тоже размечал под площадку эта площадка вот с мотоблоком шла уже как бы заводская на чугунная здесь на этот двигатель я изготовил самодельную два волка пластина ошибся с размером подошва вот это двигателя не влазила сюда так как у меня уголок проваренный сверху и снизу специально так делал чтобы бортики оставались по этим нюансам есть еще конечно у меня куча куча одна мы слишком вот сейчас пока рассказывал уже придумал как сделать понижение друзья вот этой частоты колебания да то есть уже придумал шкив как сделать шкив большего размера никаких проблем сейчас даже могу его изготовить а в следующем видосе показать если интересно можно шкив сделать не только из тормозного барабана на 270 можно его сделать вот таким вот таким вот и все это буквально за пару сотен рублей обалдеть вот это у меня сейчас идея конечно посетила сейчас я после этого видоса займусь этими моментом и даже он сюда спокойно станет и будет он работать так сейчас прикину вот такие шкивы можно сделать самостоятельно вот такой размер напомню барабан 270 можно сделать самостоятельно шкив сюда либо еще куда на 440 на 360 можно сделать можно сделать на 330 на 340 на 300 друзья вот сюда вот я сейчас буду делать на триста тридцать и на 300 вот сюда пойдет у меня шкивочка за место 270 и тогда я смело могу поставить вот сюда вот этот двигатель с прямым валом не будет он работать так же как и двигатель с понижением но на шкиве из барабана шкив делается элементарно просто быстро а для кого-то абсолютно не будет стоить ничего вот такая вот посетила друзья идея меня сейчас я ее говорится исполню а если вам интересно что же это и как это будет работать пишите в комментариях обязательно нужен видос не нужен и подписывайтесь на канал для вас это также ничего не стоит для меня говорится приятно и мотивирует снимать дальше всякую ненужную никому ерунду все мужики всем пока с вами был санек конструкция простейшая повторить сможет абсолютно каждый у кого есть повторюсь сварка болгарка дрель и самое главное это желание все друзья скоро увидимся